и я приветствую вас дорогие друзья на своем канале и мы также продолжаем играть в трейн механик сегодня в этой серии мы поедем в ближайший город и посмотрим что у нас творится с одним из поездов говорят что что там какой-то дым начался видимо загорелась какое-то оборудование вот из авария там давайте посмотрим но надеюсь что нам не придется тушить пожар вот в принципе сейчас и разберемся квадрат d3 смотрите солнечная погодка здорово просто ну что ж погнали квадрат d3 давайте посмотрим где это находится d а смотрите очень близко нам буквально стоит проехать вот сюда и вот она у нас находится здесь так дальше переключаем стрелки сейчас наверное у нас ранее утро смотрите солнце наверно только встала буквально часиков тайна 10 утра вот ну и мы конечно же спешим спешим на помощь так у нас здесь поворот направо и дальше у нас прямо получается центр-восток там тоннель запад тоннель север так пока все нормально а вот смотрите я вижу эту метку куда мы должны приехать а а и у нас очередной локомотив который сошел с рельс так видимо здесь у нас был пожар и давайте же разбираться так ну а очередные у нас действия с краном так что здесь ничего нового я так понимаю кран у нас довольно таки небольшой можно сказать сильно далеко выдвинуть стрелу не получается у нас так даже надо будет чуть-чуть задвинуть вот так вот так ну ка цепляем цепляем и уже можно принципе поднимать так как то вот так вот давайте заодно и сделаем небольшой кадр так теперь разворачиваем его да довольно таки тяжело у нас поворачивается с грузом все-таки как не как у нас имеется какой-то груз довольно таки чувствуется вот при работе даже и при транспортировке так здесь у нас все нормально не задевает вроде бы давайте чуть 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 выше выше у нас как у нас е повыше а вы все это у нас предел смотрите как он отпружинивает буквально прям как на батуте уже я уже боюсь чтобы не порвался трос а то мало ли что буквально видел одно видео на ю тубе это было различные подборки там вот всяких аварий и показывали как значит кран ну там кран конечно покруче намного круче но не такой не на не на этих же до путях обычный кран только в очень много раз больше и он снимал получается корабль с кораблям так погодите давайте заодно я буду разгружать все отлично давайте посмотрим они смотрите нам буквально по прямой дороге ехать тепловозное депо погнали вот и снимал он его с корабля и буквально еще оставалось метра три не даже больше метров пять до земли и вдруг ни с того ни сего рвется трос так там такой грохот был вы бы только слышали и и не только не то что грохот а вот сама вот эта вот рама которая а он-то длиннющий он примерно вот как вот вот эти два вагона длиннющий и вот эта рама буквально видно как она прогнулась прогнулась и мне кажется даже треснула либо сломалась там точно потому что согласитесь вес такой что там просто такие последствия могут быть конечно же его сразу же наверное на ремонт повезли потому как а видно что новый новый локомотив буквально с фабрики наверно привозили вот ну и сами знаете на опять же дополнительные затраты на замену каких-то частей вот и конечно же вина того кто-либо плохо закрепил либо трос уже в принципе не выдержал и порвался так что вот такие вот бывает кадры у нас в жизни так что с этим нужно быть очень аккуратно и не допускать таких ситуаций так опять же мы прибыли в депо и на на этот раз посмотрим что у нас что вообще от нас требуется давайте почитаем так у нас пять деталей нужно найти и так вероятной причиной повреждение является неисправность одного из элементов выхлопной системы двигателя локомотива если у погодите локомотива есть подозрение что это дроссельные клапана а то есть это у нас опять же с двигателем работа проверить причину повреждения дроссельные клапана скорее всего они находятся у нас здесь так тогда снимаем крышкой и сразу же мы видим смотрите смотрите что мы видим сразу же крышку мы находим снимаем ее так дроссельные клапана они у нас получается внутри находятся так ну и погодите если выхлопная так это на что нижняя крышка двигателя так а с этими крышками вроде бы все нормально должно быть так давайте по порядку все исследовать посмотрим к чему мы придем так это точно не относится к выхлопной системе это я так просто для наглядности так вот вот смотрите вот они уже сразу видно вот раз-два гидравлический механизм дросселя вот он сразу четыре детали мы нашли гидравлический механизм дросселя и крышка клапана все то есть принципе нужно было сразу же искать здесь где вот эта вот крышка было так включаем режим демон демонтации так и снимается не смотрите довольно таки легко без всяких болтов без всяких креплений буквально двойным щелчком мыши все так теперь открываем планшет и погодите нет хотя мы можем это заказать отремонтировать зачем нам заказывать крышку смотрите сразу на сто процентов так гидравлический механизм дросселя смотрите тоже все по сто процентов здорово не не придется покупать вот так где у нас еще и вот они прекрасно смотрите буквально в два счет там так ну и ставим все на место включаем режим сборки выбираем устанавливаем и все так сверху нас идут толкатели клапанов так отлично и сверху вроде бы как крышка крышка так и вот туда тоже туда мы поставим новую ну а здесь уже принципе какие были такие поставим так давайте смотреть что у нас все смотрите завершить поручение у нас и так понял кроме поручений будут еще какие-то задания дополнительные вот пока что я к этому еще не дошел так продолжить что у нас дальше имеется а дальше у нас так следующее задание это во время испытательного поезда машине сжалуется на слишком громкую работу двигателя следует найти и устранить изъят так здесь уже 1500 ну что давайте брать посмотрим что у нас опять же работа с двигателем получается одна деталь буквально одна деталь так произвести замену махового колеса то есть маховик понятно сейчас мы это все быстренько сделаем смотрите значит двигатель и вот он наш маховик сразу видно что он в негодности чтобы его снять нам необходимо снять вот эту штучку и маховик вот буквально в два счета так дальше идем на наш стол стол ремонта так и посмотрим что мы можем смотрите за сто процентов просто удивительно удивительно и давайте мы знаете что еще сделаем мы еще отремонтируем за одной вот эту вещь чтобы они были по сто процентов все равно это не идет с нашего счета но детали будут новенькие так режим сборки так странно вначале это потом то интересно так что все ну ка смотрим до завершить поручение смотрите буквально за какую-то одну минуту мы выполнили это задание и сразу же 1500 нам дали прекрасно прекрасно и давайте немножко что-то прокачаем 353 700 что мы можем так мы можем так или может быть подкопить на шуруповерт давайте наверно на шуруповерт подсобираем потому как более нужная вещь так следующее задание у нас в поезде авария тормозной системы найти поврежденные элементы и произвести ремонт ну что ж погнали так проверить тормозную систему локомотива и произвести необходимый ремонт 1 2 3 4 5 запчастей нам нужно ого смотрите здесь уже сразу видно капец сколько всего это у нас и трубопровод вот этот снимаем так демонтация так а так он узнается до узнается сразу же дальше поршни снимаем так затем вот этот поршень отлично так ну и соединение гидравлических клапанов это у нас уже раз два три четыре погодите раз два три четыре и еще одну деталь нужно найти и вот она кажется я уже ее вижу погодите погодите сейчас может быть а это вот с этой стороны вот у нас тоже очередной трубопровод который нуждается в заменим все пять частей мы нашли так что мы можем починить мы можем починить так сто процентов это гидравлические провода раз поршни смотрите отлично идут на ремонт три процента капец так и опять же гидравлические и остается у нас соединение соединение вот этого это но уже здесь мы можем и смотрите тоже сто процентов здорово прекрасно что я могу сказать не приходится покупать и тратить деньги на новые так здесь мы устанавливаем все новенькое дальше переходим на эту сторону здесь у нас также имеется вот начинаем с этого так дальше поршни идут так второй поршень ну и в конце у нас трубопровод трубопровод вот он все смотрите все сделано ну ка посмотрим в инвентаре ничего нету и по заказу мы можем завершить и того смысл тоже 2000 буквально за какие-то три минутки прекрасно слушайте хорошо идет у нас хорошо работа так прокачиваем шуруповерт так и пока это мы не трогаем пока что мы не имели дело с этим вот так что оставим следующее задание следующее это у нас в поезде проблема с накопителем топливом бак не герметичный из-за него потекает топливом давайте посмотрим такой работа у нас еще не было с самой с этим самым с топливом так давайте смотреть смотреть и топливо у нас находится посередине ого смотрите согласитесь сразу же вот довольно сколько на свой раз два три четыре части различных агрегатов у нас имеется всего лишь так ну и конечно накопительные это в ней на вот этот бак чтобы его снять это нужно капец наверно а хотя нет смотрите буквально мы буквально одни вода сняли так раз и все он наверное весит там пару тонн ничего тогда да и к смотрите здесь тоже довольно таки получается смешно потому как ремонт его ну хотя ремонт да можно там наплавить что-то подшлифовать и давайте отремонтируем также так что у нас было накопитель сжатого воздуха чтобы у нас было все новенькое устанавливаем бак да банк здесь довольно таки объемный наверно точно на на две-три тонны точно должен идти так смотрим смотрите все завершить поручение что-то у нас сегодня в довольно таки быстро все идет все вот эти заказы ну потому что они легкие поэтому если знаешь свою работу ты и выполняешь быстро так давайте смотреть те четыре задания мы выполнили и здесь у нас уже немножко потяжелее идет смотрите она на одной из пригородных станций застрял локомотив он не в состоянии эффективно ускорить ход его от буксервали в депо он нуждается в ремонте похоже что это какая-то серьезная авария двигателя да ладно серьезная серьезная авария давайте мы эту серьезную аварию уже оставим наверно на на следующую серию там скорее всего рассказано уже он в депо да получается нам его суда пригонят вот ну и уже эту тяжелую тогда работу раз нам 3000 готовые заплатить мы оставим на следующую а на этом всем спасибо за просмотр на сегодня все и увидимся уже следующих сериях всем удачи всем пока